Арсенал для украинского читателя. Книжный арсенал. Именно так называется крупнейшая ярмарка, которая сейчас проходит в столице. Почем нынче литературные новинки и что сейчас в тренде, знает Елена Митясова. Если вам скажут, что украинцы не читающая нация, не верьте. Мыстецкий арсенал – прямое тому доказательство. Здесь проходит крупнейшая в Восточной Европе книжная ярмарка. И попасть на неё задача не из лёгких. Указ приходится стоять не один час, а потом ещё попробуй протиснуться к новинкам чтения. Но это того стоит. Литература на любой вкус от более чем полутора сотен издательств. Каждый напрямок используется попытом и, может быть, в одинаковом плане. Одинаково. Что нонфикшн, что дитящее, что художественная литература. Все читают. Накупили очень много всего. Я не знаю, почему мы это перечитаем. Потому что накупили очень много интересных книжек и для детей, и для взрослых. Книг российских авторов в этом году на фестивале нет. Все издания преимущественно украиноязычные. Ценовая политика в среднем от 60 до 200 гривен за книгу. Конечно, что книжки дорождают, но это не какие-то сутки дорождают. В результате сейчас дорождают все. Мы пытаемся сохранить нашу ценовую политику такую, чтобы максимально поле читателей могло найти что-то себе и до смаку, и до кишени. Хотя, конечно, есть на прилавках и особо ценные экземпляры. Вот, к примеру, за кобзарь в кожаном переплете с репродукциями картин Тараса Шевченко просят 5 тысяч гривен. А за эту Библию все 18. У нас Библия Дорея. Это яшкирена политурка, сребная икона и камень сваровства. Но основной тренд ярмарки детская литература. Почти половина всего книжного ассортимента. Выбор ошеломительный. От классики до современности. Украинская писательница Ирена Карпа уверяет, написанная ею сказка «День всех белок» придется по душе всем. Книжка, на самом деле, очень жизненная и должна быть понятна и взрослым, и детям. Она против того, что настоящие ценности – это не консумеризм, это не статус, а это свобода, это дружба, это поддержка. И она вышла такая насыщенная книжка. Веселую, смешную, очень ироничную. К тому же, говорит писательница, ее персонажи невымышленные. У каждого есть реальный прототип. Чиновники и мажоры, лесничие журналисты. Но главное, по словам Ирены Карпы, герои ее сказки учат детей добиваться цели, верить в дружбу и ценить свободу. Хотелось сделать эту книжку про настоящих людей, и деякие из них даже трансформуются. Белка летяга, которая там лежит в золотой клейце и счастлива, такая, что в ней есть все ее шанели и гучи. Раптом она тоже понимает, что если в ней при этом нет свободы и возможности полетать над лесом, то в ней на самом деле несчастное житие, и она вырывается из этого. То есть это такая сказка правильной эмансипации. Чтобы увидеть все новинки книжного арсенала и выбрать томик по душе, у читателей остался один день. В воскресенье ярмарка закроется. Елена Митясова, Сергей Ведмедь. Подробности. Телеканал Интер.